всем привет меня зовут юля и буквально через пару секунд мы созвонимся с мобаха и я задам ему миллион вопросов ну а вы поставьте лайк и нажмите на колокольчик если хотите больше таких включений приятного просмотра привет влад мы с тобой последний раз виделись когда в начале марта когда еще можно было спокойно ходить по улице без масок и и у тебя очень много с тех времен изменилось ты принял участие ты принял участие в паре турниров ты сыграл фортнайт с теннисистом данилу медведевым и самое главное самое главное ты закончил колледж чем я тебя поздравляю спасибо огромное расскажи расскажи немного об экзаменах как это все проходило что ты сдавал тоже сейчас я думаю все поменялось с моих времен миллион раз мы взяли были легкие тип очень это были государственные экзамены по сути должны были быть самыми сложными но они стали самыми легкими и были что-то стало мы сдавали технологии приготовления пищи оборудование организована и даже не знаю название предметов я просто пришел нам помогли учителя все знать всем издали теоретический экзамен типа устны и потом через два дня практически просто писали задачу решали все забрали диплом даже на диплом я опоздал типа я спешил самый последний всем уже вручали диплом и я пришел в конце уже типа там уже прям люди уже получают там радуются там хлопают а я только дошел тогда я получил диплом главное что получил и судя по инстаграму твоему вы уже и отметили все и вообще у тебя прям свобода от образования сейчас да свобода полная я заметила что ты говоря про инстаграм заметила что ты очень часто стал постить в сторис по крайней мере раньше ты вроде как этим не особо занимался с чего вдруг такие перемены у тебя ну повзрослел можно не знаю как еще объяснить это просто по-другому на вещи стало смотреть и тогда просто резко как это вот за несколько недель ну вот это все пошло на пользу на самом деле я как-то начал по-другому смотреть на вещи по-другому реагировать и благодаря чему я не знаю просто сама сама собой как-то щелкнул все 18 лет пора взрослеть переходный возраст уже на закончился наверное уже переходный возраст ну возможно что-то поменялось ну да не это здорово я тебя еще раз поздравляю и переходим уже к фортнайту болью всего снг комьюнити фортнайтовского было что никто из нас не прошел на фнкс финал у тебя вообще была ситуация такая что тебе всего одного балла не хватило расскажи полностью вот эту историю когда все ждали что какого-то парня будут дисквалифицировать который из топ-20 и как раз таки если бы он ушел то ты бы прошел что это за история в общем я хватило типа одного балла в первой неделе что противо вторую это был 300 308 меня все равно по это первой неделе потом я попал в ребят раунд типа там было 500 человек или 600 и не помню и проходила топ-20 человек финал уже я там занял у нас первое место получается по итогам и там был игрок из организации другое маэстро и короче его его игру смотрел популярный стример немецкий марк называется там 20 тысяч зрителей было и получается просто люди по стриму прилетали к нему и танцевали и он просто их убивал по сути но он же ничего не мог сделать и не мог просто уйти от них там либо ничего не делать он вынужден убивать их любой человек бы так сделал но просто это некомпетентно мне кажется соревновательный не знаю режима потому что все следующие турниры любой человек может просто не знаю убивать вот так вот людей и это наказывается ощущениях не будет я могу не забывать друга что друг просто прилетел ко мне его убью и все как это доказать вот человек просто проходит и играет это по сути три раза подряд к нему упал просто какой-то подписчик фанбой я не знаю и танцевал афк оставил и эпики ничего не сделали по этому поводу ведь да там был другой какой-то игрок в разимине у него никто к нему прыгал друг его его же прямо три игры подряд но один тоже человек прыгал к нему к нему типа это уже можно заполнить как тимминг что-то такое там маэстро прям стримил и к нему нет никаких этих предъяв так сказать вот забанили мини от этого он прошел финал вроде бы он был там в двадцатке вот этой сыграл финал и потом его только забанили после этого к сожалению вот я стал 20 но тебе это ничего уже не дало да я так понимаю ну да ничего не дало как ты думаешь что тебе не хватило в игре может быть в скиле не знаю чтобы вот именно этот балл не помешал тебе пройти в том 20 на самом деле я не знаю я идеально играл я соло режиме я просто как-то преисполнился в последнее время я прямо начал понимать все это что надо делать это я не знаю как почему не хотела балла возможно что я я просто был уже на пресс морали огромный я видел как я играю типа нормально я отдавал просто победы просто так и думал типа мне уже и так нормально будет типа этом не знаю топ-17 топ-5 занимал тогда я думал типа нормально нормально хватит и в итоге одного балла не хватает вот такой вот получается да это супер обидно как ты готовился к турниру как ты вообще готовишься к турниру наверное они не особо эти подготовки различаются я раньше была проблема что мало готовился к турнирам вообще просто заходил в игру играл это была ошибка огромная сейчас я играю в осу осу она не тренирует ни аим ничего она просто разминает твою руку типа ты вводишь по точкам нажимаешь кнопки у тебя рука просто ну разогревается там и тогда я потом я захожу в фортнайт и играю просто креативским игроком не знаю пг там около часа и потом я уже полностью разыгранную же мы играть уже на таком уровне мне кажется те же кастомки и вот эту херню все там играть уже не особо имеет смысла потому что сейчас мне кажется самый главный мораль там твой уверенность себе и просто понимание играть просто если ты будешь играть кастомки 24 на 7 то ничего не поменяется игре я так думаю ты писал у себя в группе во вконтакте что с началом новой главы ты как-то подзабил на фортнайт но с чем это было связано мы когда три у плохо отыграли когда мы очень хорошо начали играть с него и в итоге плохо закончили из-за наверное я не знаю из-за чего из-за того что может устали друг от друга и там и т.д. и просто конфликты были в команде иногда и мы плохо закончили трио мы даже не прошли гранд-финал когда мы играли очень хорошо по сути в трио потом анонсировали сквады и вышел сезон новый который мне очень понравился он давил по морали типа из сквады не знаю из-за чего своего возможно там и т.д. на то время был не уверен выборе тиммейтов я уже ну спал как-то на минус мораль то что играл не с теми резюме которыми хотел по началу играть вот и у нас по сути неплохо шло в складах но уже мотивации было в компании находился такой в которой уже никто не хотел играть в фортнайт и кто его хейтил компания тоже очень важна на самом деле если тебя крушают люди которые стараются там добиваются чего-то и т.д. то ты будешь тоже хорошо играть и стараться у тебя будет мотивация вот как ты все-таки собрал себя в кулак и опять начал играть хорошо и показывать результаты после того как ты сказал что у тебя мотивация упала не знаю просто не говорю я повзрослел просто за последний вот месяца вот может два месяца три месяца как-то просто поменялся человек и мне появилась мотивация играть вы недавно вы недавно играли в благотворительном турнире gamers without borders и очень всех интересует вопрос действительно ли все деньги которые вы выигрывали летвиг там вообще выигрывал огромные суммы с кириачи куда все эти деньги шли и полностью ли они туда уходили но этого я не знаю куда и как но при заполнении форум это можно было указать фонд вот который ты хотел отправить деньги вот и все и свое имя все но ты ты ничего не получал как вы выбирали фонд куда вы будете перечислять деньги перед началом турнира дали всем успеть ну документ скинули с организациями с фондами которые есть просто выбрал того что понравилось по названию гави ваксин альян что-то такое вот и вот туда мы перечислили наши копейки ну слушай копейки не копейки но это благое дело благое дело это очень здорово как тебе вообще такие инициативы что киберспорт взаимодействует с благотворительностью но это это неплохо все что связано с киберспортом все что подвигает вот это очень скоро анонсирует новый сезон что-то от него ждешь на самом деле мне это сезон нравится типа очень сильно часто что я прям понял как ним играть это да но я жду момент этого какие-то шадовок ну и транспорта какого-то типа но машин там что-то такого скейтов вот в сути больше ничего не жду мне все нравится сейчас это хотел бы чтобы обновление чаще происходили или это в минус будет идти как игрок профессионально не что хотелось бы что волеет шли чаще как раньше каждую неделю но не вроде так каждую неделю выходит как я ну там только такие незначительные изменения но обновление знак лучшему типа это тебе но дает к это больше интерес к игре мне кажется каждого что-то новое надо постоянно что-то изучать и туда меняется мета возможно и это интересно люди которые только-только пришли в фортнайт и начинают вообще следить за компетитив фортнайтом часто спрашивают почему игроки разных команд вместе играют если вдруг нас сейчас вот смотрят новички приоткроем завесу тайны почему так происходит у вас даже но это совершенно другая дисциплина нежели дота там кс всякая там же прям команды они тренируются к турнирам на буткемпах там по 12 часов играют что-то такое там ну их типа команда прямо по-другому строя на киберспорт как заложила спорт найти так типа кто с кем играл так и играл я сам поначалу думал что типа игроки со мной команды будут играть с другом до конца жизни вот я думал по ткс вкс их подписали гамбит когда этого все они до конца жизни ну до конца контракта не будут играть не с кем другим вот я так думал у нас сейчас в составе три игрока фортнайт если бы мы могли взять еще троих из снг любых кого ты взял даже тех кто уже на какой-то команде кто выделяется на твой взгляд никого взяла кто просто выделяется могу сказать которые достойны на самом деле их не трое не 3 даже я назову больше когда сама торф римок storm и райт сейчас скажу еще кто утрек и сафик вот окей что ты вообще собираешься делать до конца года ты получил диплом мы ждем фнкс турнир что ты будешь делать после ну я буду сейчас вот пока ничего нету если что-то решится с карантином еще вот этим вот если откроет границу то я буду переезжать скорее всего в россию в москву или в москву я думал вот до сегодняшнего дня что в москву периода там мы просто знакомые там мама моя живет но в плане пинга конечно в питере было бы лучше и там и подешевле вроде жизни чем москве потом никого у меня нету и знакомых и но в питере было бы жить конечно круче потому что там пинг два раза меньше вроде чем беларуси там в москве сейчас все буткемпится и жизнь там не кажется было бы круто вот но я подумаю об этом сейчас но я сейчас буду думать о переезде конечно ну что ж спасибо тебе за твое время наконец-то мы сделали это интервью я очень рада вам большое спасибо за просмотр ставьте лайк этому видео и пишите комментарии как и красивый маваха всем пока